Единственный в России мемориальный музей, который находится в приусадебном комплексе. Речь о музее-усадьбе академика Бакулева. Он входит в реестр Гарвардского университета как музей медицины мира. Именно здесь, на Слободской земле, родился гениальный врач и основоположник сердечно-сосудистой хирургии в нашей стране Александр Бакулев. 29 сентября во всем мире празднует Всемирный день сердца. Для нас это знаковый праздник, потому что даже в логотипе нашего музея, конечно же, есть сердце. Мы очень много говорим о сердце, о сердечно-сосудистых заболеваниях, потому что Александр Николаевич – это тот уникальный человек, который в 1948 году делает первую успешную операцию на сердце в нашей стране. Каждый год сотрудники музея готовят различные конкурсы и выставки, посвященные празднику сердца. На этот раз решили привлечь слободских школьников начальных классов. Творческое задание заключалось в создании рисунка на тему «Мое здоровое сердце». Ребята откликнулись и с удовольствием приняли участие. Не сам факт, как он выглядит физиологически, или как его привыкли воспринимать люди, а как они видят его, что они бы хотели сказать о нем, что сделает их сердце здоровее, выносливее. Это же дети, и у них немножко другой взгляд, не как у нас взрослых. И плюсом, конечно, мы сделаем акцию. Акция будет «День открытых сердец». То есть мы также пойдем в школы, мы будем рассказывать о том, что это на самом деле очень важно – заботиться о своем сердце, о сердце близких людей. Расскажем, конечно, о нашем знаменитом земляке, ну и, безусловно, в игровой форме, потому что дети воспринимают это лучше. Не только академик Бакулев, но и другие талантливые медики. В истории Слободской центральной районной больницы успешно трудились и трудятся врачи из разных сфер медицины. Обновленная экспозиция с ангелами в белых халатах теперь украшает один из залов музея. Хотелось новых фотографий, новых фактов, и, конечно, чтобы каждый житель Слободского, связанный с медициной, мог увидеть себя там. Специалисты связывались с родственниками наших земляков, которых, к сожалению, уже нет в живых. Собирали уникальные архивные фотографии, чтобы их семьи предоставили, факты каких-то из жизни вот этих вот земляков. И, конечно, экспозиция, которая связана с земляками, она стала уникальной и стала очень полноценной и очень насыщенно информативно. 20 декабря усадьба академика Бакулева празднует свое 30-летие. За это время там побывало огромное количество посетителей – около 19 тысяч в год. Коллектив планирует собрать интересные фрагменты из жизни музея. Все желающие могут поделиться своими фотографиями из усадьбы в социальной сети ВКонтакте с хэштегом «Я в Бакулях».